всем привет дорогие друзья большой большой привет из кемера из отеля барут сбылась мечта сбылась моя мечта очень давно хотела здесь побывать наконец-то сложились звезды и мы здесь давайте посмотрим чем же здесь кормят говорят что барут это сеть одна из лучших именно по питанию по питанию поэтому давайте посмотрим чем же здесь кормят пойдемте в общем мы в шоке знаете смотрите получается что так как отель не заполнен полностью то сейчас шведский стол здесь не работает вот это азиатский и здесь работает система а-ля карт в общем каждый вечер мы будем ходить с вами в какие-то кафе а-ля карт потому что светского стола не будет до 8 числа будем с вами по меню кушать так пришли нас никто здесь не встречает никто не ждет единственное что здесь какая-то китайская азиатская музыка ну ладно будем осваивать азиатскую кухню вот он накрыт стол вот такой вот блюда здесь такие большие большие какие-то огромные также есть на улице еще какие-то места и вот такой вот антураж ну что-то сейчас поедим то наверняка но я что-то как-то даже не знаю как реагировать надо искать во чем плюсы ну не знаю но сказать что я в шоке это сказать что ничего не сказать ребят вот правда это знаете это мне кажется все хейтеры на которые собрались ну конечно бесплатный все хейтеры которые собрались и которые желали нам не очень хорошего вы понимаете заплатить 135 тысяч за 6 дней за отель и есть вечером валя карт но то есть как бы для кого-то это конечно хорошо для кого-то я не знаю я люблю сама вот выбирать не люблю ждать еду пока ее долго готовят то есть как бы но вот ваня допустим то есть какие-то выбор как бы ты едешь ты знаешь что шведский стол и ты знаешь что там будет выбор а здесь мы приезжаешь вроде бы отель который славится там своих но может быть будет конечно вкусно я не знаю сейчас попробуем посмотрим что принесут но вот мы уже сидим здесь 15 минут обычная лапша и у нас приняли в принципе только заказ на напитки то есть как бы пройду даже еще никто не спрашивал ну шведский стол понятно что пришли уже все взяли ну ладно ну ладно во всяком случае радуют напитки спасибо сок сок свежевыжатый здесь апельсиновый но можно уже одним соком питаться это уже радует плюсы ищем плюсы принесли вот смотрите так я почему ты не больше чипс а это вкусные чипсы ты зря говоришь это вкусные попробуй это очень вкусные вот такие вот ну-ка ну вкусный ты чё фу ты распробуй они реально очень классные чипсы ты просто цвет белый они классные так значит сейчас посмотрим креветки какие-то здесь принесли будем пробовать все вместе так ну что пробуем это жареные пельмени кстати ваня тебе должен понравиться пробуй это как мы с Оксаной ходили в китайский ресторан каждому по пельменю по жареному пельменю пробуем но тут правда соус какие-то еще есть так что макаем вот вот твой твоя пайка ваня тут ты знаешь не щелкай клювом не щелкай Ваня пробовал жареные пельмени жареные пельмени должен понравиться это вкусно это как чебурек это как чебурек это вкусно так пробуем я я так говорю вкусно но я не знаю вкусно или нет давайте попробуем у меня не нравилось как подача салата сейчас покажу подача салата это как вот слушайте но вот тесто здесь пресное вообще я не знаю Вань ну как тебе пельмень Нормальный Нормальный А эфир будет? Ну он знаете как не соленый Ну есть можно А эфир будет? Ну сегодня наверное нет не знаю Эфир конечно сделаем А он шатается стол Значит вот такая вот какая-то закуска Это отжаренное тесто И внутри жареная капуста Я просто уже одну попробовала потому что Ваня отказался на отрез есть Ну как бы ванюшке пока что вообще есть нечего В пяти звездах В люксе Есть нечего Ну Закуска вкусная Закуска вкусная Это знаете как жареный пирожок Нет Наверное как жареный лаваш С жареной капустой Вот так вот скорее всего похоже Потом конечно подойдем к девушке вот Которая здесь стоит на На входе Нет а зачем ты палочками Да на вилкой зачем Вань те палочки Ты будешь мучиться палочками Ты хочешь попробовать? Ну попробуй Раз тебе интересно Попробуй В общем Ване принесли Вот такую вот лапшу Яичную Сейчас он попробует Почему она вкусная Лапша то Лапша она и в Африке лапша Вот здесь вот типа что то Кетчупа еще чуть осталось Чего Невкусная Невкусная Ну ешь вкусная Невкусная Ну вот как бы вот понимаете Дело в этом Что ну заплатив не маленькие деньги Ты получаешь вот что то такое по меню Чего допустим ребенок не ест Он бы пошел в обычном режиме там да Если бы не понравилось и взял бы что то другое А здесь как бы получается что другое уже ничего взять не можешь Вот вот то что есть то что есть Я понимаю тройка да там Инна Судакова показывала То есть там когда ты за двадцать восемь тысяч едешь в отель То оно ясное дело что как бы ты получаешь вот так вот да Но если извините вы там едете за сто тридцать пять тысяч за шесть дней Это сколько в день у нас получается двадцать лишним тысяч в день получается отдых И получаешь вот эту вот лапшу на ужин Но я считаю что для Барута это как то ну просто вот недопустимо Для сервиса для качества там для всего Я понимаю что они конечно это потерпели может быть убытки какие то там То что какое то время кто то не ездил Но ну надеюсь что мы эту проблему решим И что ну завтра нам там по меню что то такое приготовят Что Ваня допустим будет есть Ну Ваня ну выглядит очень аппетитно на самом деле да Оксана Сейчас Оксана так заточит мне кажется что Я это заточу потому что у меня оксана Это вот Оксанина порция А я себе заказала говядину сейчас вот жду Ну просто я хочу сказать что вот мы пришли сюда в семь часов сейчас девятнадцать сорок один Ну то есть как бы кроме закусок вот принесли через сорок минут лапшу Да то есть как бы Вот Ваня даже готов доесть последний пельмень Так все ребенок у меня сидел чуть ли не плакал Теперь довольно счастливый да Ванька Довольно счастливый Принесли ему котлетки Принесли картошку жареную И принесли чуть чуть риса Ну вот это вот хотя бы его еда То что он ест Кетчуп и есть Вот Вань кетчуп томатный Здесь на стороне стоит А это сырный Ты такой сырный не будешь лучше? Не знаю Поднос наверное кто нибудь уронил Ну Вань ну у тебя сразу настроение поднялось Не ну да Ну вот это вот хотя бы как бы ну то что То что ну как бы для ребенка более менее свойственно Котлетки там какие то Исправились Но нет Девушка которая там стоит сказала Вы подойдите ко мне и мы составим с вами меню Что вы будете заказывать Ему уже будут готовить на следующий день то что надо Ну котлетки он всегда ест Салатик какой нибудь там помидоры огурцы Обязательно чтоб были Ну и я тоже да Картошечка Ну вообще конечно То еще удовольствие Ну что такое у тебя опять там А что ты кетчуп то А ты так будешь макать Вкусно? Вкусно? Ну слава богу Принесли вот такой вот салатик Мне Через 50-57 минут После того как мы пришли Но Но Салат очень мне кажется должен быть вкусный Потому что здесь очень много зелени Здесь курица И Что то типа ананаса что ли я не знаю Грибы Ну в общем то как то исправляются Знаете уже чуть порадостнее Хотя бы я не вижу уже слезы в глазах Ребенка Он мне довольно уминает И мне уже гораздо лучше и спокойнее Том Ну вот теперь мне уже все нравится Правда долго все это не следила Но В принципе особо спешить некуда Вот такую вот говядину принесли Ее здесь много И к говядине принесли Спасибо большое Рис И Соответственно с овощами Ну вот теперь уже красота Теперь уже я понимаю что Это бород Мы с вами говядину Я уже попробовала Но Сама Все хорошо спасибо Сама говядина по себе мягкая Мягкая Мягко вкусная У меня сама говядина Все хорошо Но Дико дико соленый соус Здесь у вас да подошел Ну они стараются Они просто верят что мы снимаем еще на этом Может быть во всяком случае угодили Ване Ну Я уже счастлива Ну Ну как Ради разнообразия Слушайте Ну Свет Свет очень плохой Ребят Вот Поэтому я ничего не могу сделать Чтобы было лучше по качеству Ну Конечно же Мы сегодня доелись Голодными мы не остались Но Сама Вот допустим Если бы был шведский стол Вот Такой ассортимент Я бы взяла в ряды Я бы взяла что-то другое Я бы хотела Возможно рыбы какой-то Может быть говядину Но Там Тушеную с овощами Но не с таким соусом Ну в общем то Шведский стол Да есть шведский стол Ну Уже так получилось Что получилось Ванек доволен Самое главное Практически все съел То что у него было на тарелке А для меня знаете как Счастливы дети Счастливы мамы Ну Я знаю что отель Очень хороший в сезон Ну а сейчас Так как видите Межсезонье То Нужно очень тщательно Выбирать отель Смотреть Последние отзывы Кто был И что Кто что пишет Ну поэтому Отелю отзывов Последних не было Потому что Здесь никто не отдыхал Но Что касается персонала Работы персонала То они Очень услужливые Всегда стараются Угодить Подсказать что-то Ну вот второй раз Посетить азиатский ресторан У меня нет желания Надеюсь что Как бы сюда мы Больше не придем Потому что Эта кухня не моя Ну вот Юре бы наверное Понравилось Скорее всего Ну вот Томья Острым Они лошли Это не то Оксана Утку Тебе Твою Я пригласиваю Утку в жизни Утку по пекински Вы спрашивали по ресторанам Мне говорят Почему вы никогда не заказываете Нет ну приготовлено вкусным соусом Все Мне в принципе Еда сегодня понравилась Но Я допустим Не готова каждый день это кушать Ну я хочу как бы Записалась ли в Алеккарте Я допустим знаю Что я понял Я буду кушать эту еду А так вот Каждый день Сегодня Как на принудировке Завтра Завтра Как на принудировке Мы хотели быстро по ужин И пойти погулять по территории В итоге Мы сидим час У нас еще там Я люблю пить чай Сколько я хочу Понимаешь Вот за ужин Я люблю пахлаву Я еду в Турцию специально Покушать пахлаву Разнообразно Я люблю это Ну по крайней мере Ну давайте по первому дню Мы судить не будем Обо всем Ну как бы выводы сделаем Уже в конце нашего опуска Я думаю так То что касается персонал Качество еды Это все Уборки Это все вкусно Но Понимаете Вы все поняли Ну да По сто раз повторять не будем Ну и если еще дождемся мы мороженого Покажу мороженое Насмеялись От души Мне комментарии пишут Лена Бару Такой шикарный отель Там все так круто Так здорово Смотрите Сидит 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 Сгорел И все Приборы Приборов Нет Ну попросили Приборы Но правда сразу приносят когда просят, ну, вкусно? Да, очень. Самое главное, что вкусно. И мы говорим, ну, как бы... Что как все зависит от сезона, понимаете? Вы знаете, что я сказала, еще час двадцать назад где-то уберите чипсы, на море. Нет, в итоге, знаете, это рекордное количество времени, которое мы сидим на ужине, это час сорок. Ну, зато мы насладились полностью. В общем, мороженое с малиновым вареньем. Мне кажется, это банана. Банана? Вот это, говори. Нет, а где мороженое? Так нам, наверное, принесли банан жареный. А, рядом. В общем, вот это... Вот это для похудения. Банан в тесте. Знаете, просто когда... Это когда ожидание реальности. Ты едешь в супер-крутой отель. Чтобы есть банан в тесте. Нет, ну, смех продлевает жизнь, ребят. Это Лиза бывает. Мороженое. Так, мороженое. Ну, ой. Погучи жареного, чтобы не похудею на ужин. Ну, это да. У нас сегодня чисто ужин из жареного состоит. Сейчас пойдем кислоу пить. Я сейчас с мамой поездлю. Ребят, это незабываемое пить. Барут довел до слез. Нет, в целом все хорошо. В общем, мы приедем с красивой фигурой домой. Довольные, счастливые. Смотрите, сколько алиокартов. Ваня, смотрите, как раздевает. Мать, в мать, в мороженое. И с бананом он уже справился. Нет, нет. Смотрите, несколько алиокартов с таким салатом. И много, много мучного. Не, ну я знаю. Я вот как-то вот в азиатской кухне. Вот мы ходили там в этот китайский ресторан. Как-то не зашло. Ну, не моя кухня. Но это опыт. Понимаете, ты в другое время это не попробуешь. Здесь попробовал. Ну, мы очень сыты. Сейчас будет живая музыка. Пойдемте с вами ее посмотрим. Ваня гульф нашел здесь в меню. В общем, здесь есть тоже скачиваешь приложение от ворота. Ты не хочешь на море? Нет, холодно мне, я не хочу. Нет, слушай, а так тепло. Ну, мы пойдем с вами дойдем сейчас. Ты не, ну нет. Что, тоже не хочешь? Ну, просто смысл в том, что отель недавно открылся. Он еще не заполнен. И он еще не работает на все 100%. Вот и все. Если он недавно открылся, пусть немножко ценник тогда бы подешевле делали. Ну, может быть, это ценник подешевле считается здесь сейчас для этого времени. Пойдем сейчас женскую эту... Живую музыку обещали. Сейчас пойдем послушаем живую музыку. Но мы, честно, сейчас насмеялись. Я еле остановилась. Что вот это вот... Нет, оно вкусное, но оно, понимаете, специфический вкус такой. А вон туда, Вань, пойдем. Что не каждый такой вкус любит. Вот в чем дело. Ну что, у нас заканчивается сегодняшний день. Вот такая вот живая музыка здесь играет. Ну, видите, людей немного, поэтому как-то здесь пока что не живенько. Но, ну, в всяком случае, видите, живая музыка есть. Для нас сегодня был радостный день. Он был радостный от того, что у нас было предвкушение отдыха, предвкушение супер-отеля. Отеля мечты, в котором очень хотелось побывать. Он, конечно, нас очень сильно удивил, мягко скажем. Вот так вот прям. Ну, знаете, по первому дню никогда нельзя делать общие выводы. То есть нужно посмотреть дальше, что будет, как будет. Здесь не очень удачный свет. Ну, а со всеми я вот на вот этом вот моменте прощаюсь. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива. И совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока. Музыка печальная. У тебя очень хорошо получается. Продолжай. У меня, да? Дорогие друзья, мой инстаграм Лена Лайф. Подписывайтесь, заходите в гости. Всех буду рада видеть. Субтитры сделал DimaTorzok